Донбасс Их войск стратегическое значение. Украинские войска отступали туда, в сторону Дебальцево. И от Редкодуба до Дебальцево занять рубеж обороны им просто негде. Чистое поле. Оборону здесь пытались держать солдаты батальона Киевской Руси, 128-й горнопехотной бригады, куда добровольцами шли служить боевики националистических батальонов. Танковое подразделение их поддерживало. В землю здесь они зарывались с июля. Окопы, огневые точки для круговой обороны, ходы сообщения, блокпосты на подступах. Это опорный пункт обороны украинских войск в южной части поселка Редкодуб. На небольшой площади как минимум три хорошо укрепленных блиндажа, которые, как говорят военные, могут выдержать даже прямое попадание реактивным снарядом в град. При желании оборону здесь можно было держать долго, но, видимо, желания держать ее у украинских солдат не было. Седьмая бригада вооруженных сил ДНР штурмовала этот укрепрайон две недели. Увидев его изнутри, ополченцы сильно удивились, насколько малой кровью удалось его взять. Побросали все, побросали технику, форму, снаряжение, телефоны, личные вещи. Уходили полностью налегке, забирали с собой только личное оружие. И действительно, пожитки украинских защитников отечества до сих пор проветриваются после боев на веревке. Продуктов целые ящики, спальные мешки, рюкзаки, военная форма. Символы украинской государственности, флаги, брошенные вместе с тряпьем на землю. Этот мусор ополченцам не нужен, а вот за вооружение они благодарны. Спасибо за оставленную технику, которую здесь бросили, которой нам так не хватало. В общей сумме при отступлении они оставили здесь 4 танка, 3 БМП и 8 тех, которые сейчас пойдут на ремонт. И дальше будут уже воевать только на наших, скажем так, наших интересах. Боеприпасы украинские солдаты даже не пытались скрыть, что получают их из стран НАТО, в частности из Румынии, бросили тоже. Как и своих погибших однополчан. Мы не знаем, что их бросили. Боялись, наверное, вот убежали. Они убегали, своих людей на усинице наматывало. Мы захоронили около 15 человек здесь именно. Пробовали связаться с начальством 25 батальона. Тот на контакт никакой не шел, тела не забирать отказались. Поэтому мы просто придали земле здесь. Если родственникам нужно было, будут, они приедут, смогут достать и нормально уже перезахоронить своих ребят. С освобождением Редкодуба Дебальцевский котел стягивается вокруг украинской группировки все туже. А за время боев ее численность, по сведениям ДНР, сократилась уже с 8 до 6 тысяч человек. Наступление на Дебальцева продолжается. Продолжение следует...